МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежда на родине. Ликованием Киев встретил Надежду Савченко. А вот рады ли украинские политики? Прямое включение из Киева. Лиза Каймин. Как освобождение Надежды Савченко комментируют на Западе? Изменятся ли теперь отношения Брюсселя, Вашингтона и Москвы? Подробнее об этом Евгений Маслов. Украина борется с коммунизмом и переименовывает города и улицы. То есть занимается тем, что прошли 25 лет назад страны Балтии. Декоммунизация по-балтийски. Репортаж Евгения Эрлиха. Южно-Китайское море проблем. Вашингтон дружит с Ханоем против Пекина, а Пекин сооружает великую подводную стену. Последнее китайское предупреждение услышала Мария Гордон. Патриоты по неволе. Где и как проведут лето российские туристы без Турции, Египта и при низком курсе рубля? Об этом Николай Старабахин. Республиканская партия США разродилась своим кандидатом в президенты. В том, как и почему эстеблишмент партии «Слона» потерпел крах в нынешнем политическом сезоне, разбирался Валерий Кипелов. Обмен состоялся. Надежда Савченко вернулась в Киев. Евгений Ерофеев и Александр Александров в Москву. Впрочем, по официальной версии Кремля никакого, собственно, обмена не было. То есть президент Путин из чисто гуманных соображений помиловал украинскую летчицу. Одновременно так уж совпало. Президент Порошенко решил освободить двух граждан России, которые признали, что служили в ГРУ. Российских военнослужащих в Москве встречали только жены. Савченко в Киеве ждал праздник. Камеры, журналисты, цветы и президент. Моя коллега Лиза Каймен стала свидетелем народного ликования. Она присоединяется к нам из Киева. Лиза, ждем подробностей. Да, Владимир, новость об освобождении Надежды Савченко затмила войну в Донбассе, экономический кризис и очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. За последние два года цифры в платежках, к слову, выросли в 10 раз. Но сейчас Украине не хочется думать о грустном. Первые страницы газет, выпуски новостей и статьи в интернете главным образом об украинской летчице. Надо сказать, что в последние дни о скором освобождении Савченко в Киеве говорили много. Сомневались лишь в точной дате, ее меняли трижды. В итоге украинскую Надежду выпустили из России во вторую годовщину избрания Петра Порошенко президентом 25 мая. Прямо скажем, лучший подарок лидеру, стремительно теряющему популярность. Он оперативно, сразу по прилету Савченко, вручил ей Орден Героя Украины. Сама же Надежда о своих планах и мыслях рассказала журналистам в пятницу. Здесь, в главном концертном зале страны, Дворце Украина, прошла самая долгожданная пресс-конференция последних месяцев. Все подробности в нашем репортаже. Главную героиню уходящей недели встречает аплодисментами полный зал журналистов. Первую пресс-конференцию Надежды Савченко освещают около 300 репортеров со всего мира. И вот первая сенсация. Савченко готова вернуться на поле боя. И вместе с тем видит себя политиком всеукраинского масштаба. Если понадобится, потеснит Петра Порошенко и пойдет в президента Украины. Но не сейчас, а со временем. На улицу Банковую завтра я не собираюсь. Мне там пока нечего делать. Нет возможности что-либо сделать. Вот когда буду готова и смогу, поверю в себя и почувствую это, а люди скажут, что нужна им, пойду туда. А вот если Майдан выйдет и скажет, что там мне не место, не пророссийский Майдан, а наш, украинский, то я не буду держаться обеими руками за креслом. Надежда Савченко провела в российской тюрьме 709 дней. Это без малого два года. Однако обиды на россиян не держат. Говорит в соседнем государстве немало хороших людей. Чтобы добиться мира в Донбассе, Савченко готова на компромисс и с Москвой, и с сепаратистами. Но не за счет национальных интересов Украины. Владимира Путина украинка считает сильным и достойным противником. Впрочем, обещает одолеть и его. Я вам точно скажу, что этот человек не слаб, это сразу видно. Он не слабый, и окружение делает его не слабым. Этого не нужно бояться, нужно осознавать, с кем будешь иметь дело. Что сказать Путину? Отцепись от Украины. Отцепись от каждой страны, в которую ты вцепился. Оставь себе собственное царство и не угнетай своих людей. Не издевайся над россиянами. Две жизни не проживешь. Первая и главная задача для депутата Верховной Рады освобождение всех украинских политзаключенных из российских тюрем. По предварительным данным, за решеткой в соседней стране около 30 украинцев. Адвокаты Савченко уже объявили, что возьмутся за эти дела. Нужно решать все остальные кейсы не одиночно. Не по отдельности, как в случае Савченко, а коллективно. Нужно решать, чтобы сразу отдали не одну Савченко за двух Ерофеева и Александрова, а условно говоря, всех десятеро за десятеро, содержащихся здесь. А я точно знаю из первоисточника, что здесь есть еще российские военнослужащие в Украине, которые попали в плен в результате и в ходе боевых действий на Донбассе. Это означает, что обменный материал есть. И переговоры вести можно. После сегодняшней пресс-конференции обозреватели делают вывод. У Надежды Савченко большое политическое будущее. С журналистами летчица говорила искренне, а трезвостью мысли удивила даже скептиков. Если она начнет играть в политику, именно играться в политику, тогда она перестанет быть Савченко. И на мой взгляд, ее главная задача – это быть моральным авторитетом, определенным в мере человеком, на который можно равняться. Человеком, который выстоял, который победил Путина. По данным социологической компании «Социс», на начало мая уровень поддержки Надежды Савченко в украинском обществе огромен. Политическим лидерам страны ее хотят видеть 68% граждан. Мы пообщались с людьми на улицах. После того, что она пережила, я думаю, она будет искренним, честным политиком. Будет таким человеком, каким является сейчас. Я в это верю. Для Украины она очень много значит. Мы теперь верим, что на что-то способны. Я так думаю. Все предпосылки бороться за Украину еще и в политике. Украинские политики поздравили Савченко с возвращением, однако ее перспективы в большой игре за власть не комментируют. Хвалебной речью ограничилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, а президент Петр Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс так же, как вернули надежду. Так, как мы повернули надежду, так мы повернем Донбасс, так мы повернем Крым под украинский суверенитет. И хотя сейчас все козыри в руках у главной героини, постреволюционной Украины, ей точно придется нелегко, констатируют аналитики в Киеве. Не обладая опытом в политике, она не понимает, что значит быть гибкой и дипломатичной, а значит врагов. Надежда Савченко наживет много и сразу. Она не понимает процессов, происходящих внутри черного ящика под названием политикум. И я не знаю, насколько она готова к моральным компромиссам в рамках политических договоренностей, которые есть в парламенте, например. Она не шла на компромиссы в суде, где цена была ее жизнь. У меня большие сомнения, что она будет идти на компромиссы в Верховном Совете, где цена совершенно другая. Более того, у меня есть сомнения, что она уживется не только с Юлией Тимошенко, но и с президентом Порошенко, и с властью нынешней. В России гражданку Украины приговорили к 22-м годам колонии за якобы соучастие в убийстве двух журналистов ВГТРК. По версии Кремля, она координировала огонь с воздуха в ходе боевых действий в Донбассе в июне 2014-го. Спустя два месяца после вынесения приговора летчицу обменяли на двух российских военнослужащих – Александрова и Ерофеева. В Москве их встретили по-военному строго. Ведь здесь их так и не признали бойцами ГРУ. Потому и возвращение граждан России в Россию праздником не стало. В аэропорт пустили только три камеры. Вопросы задавать запретили. Возвращение вас. Спасибо. Переговоры по обмену проходили сложно. Вопрос решался в ночь на 25 мая в телефонных переговорах глав четырех государств – России, Украины, Франции и Германии. Тогда и разработали формат взаимного помилования. Правда, российской аудитории представили другую картину. Путин встретился с вдовами погибших в Донбассе журналистов, тех самых сотрудников российского телевидения, за убийство которых осудили Савченко. И тут президент, ко всеобщему удивлению, заявил, что это они, вдовы, попросили его помиловать лётчицу. Женщины в ходе встречи с главой государства не произнесли ни слова. Обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко. Герой Украины, Надя! Завершился двухлетний судебный марафон. В заключении Савченко голодала, протестовала, последовательно и громко объявляла себя невиновной. В Донецком суде России последовательно отвергали доводы её адвокатов. Освобождение Надежды Савченко требовали западные лидеры. Её судьбу обсуждали во всех мыслимых и немыслимых форматах. Совершенно очевидно, что Надежда Савченко стала символом новой Украины. Уже во вторник Савченко обещает прийти на своё первое заседание в Верховную Раду. Полтора года назад её избрали по списку партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Вкус украинской политики Савченко уже ощутила. Президент Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко устроили состязание за то, кто первый встретит лётчицу. У Тимошенко Надежда отказалась принимать цветы в аэропорту, а Порошенко лётчица заставила изрядно понервничать перед телекамерами, когда заявила, что нынешняя украинская власть, цитата, «гнилая». Владимир. Большое спасибо, Лиза. В Европе и Америке освобождение Савченко приветствовали, но с оговорками. Это, мол, первый шаг на длинном пути. Евгений Маслов собрал международные отзывы. Евгений, на что вы обратили внимание? Приветствую, Владимир. Вы совершенно правы. Возвращение Надежды Савченко на родину было в целом воспринято положительно, но без лишних восторгов. Это то, чего от Москвы ожидали в качестве жеста доброй воли, но не главного условия для снятия санкций. Запад ждёт полного выполнения минских соглашений. Тем не менее, эксперты в США видят в освобождении украинской лётчицы чёткий сигнал. Кремль демонстрирует готовность к компромиссу, который сегодня Москве, с учётом экономической ситуации в России, похоже, необходим. И Брюссель, и Вашингтон приветствовали освобождение киевской Жанны Д'Арк. Западные лидеры дают понять, ситуация развивается в правильном направлении и одобрительно высказываются в адрес Москвы. Надежде Савченко посвящены первые полосы европейских и американских газет. Она стала символом того, как западные санкции приносят результат в диалоге с Москвой. Президент Республики Франсуа Алан приветствует обмен заключёнными, который произошёл сегодня в соответствии с обязательствами, принятыми в ходе телефонного разговора в нормандском формате 23 мая. Это позволило, в частности, вернуть на территорию Украины пилота Надежду Савченко. Надя Савченко свободна и вернулась в Украину. Хорошая долгожданная новость, которую ЕС празднует вместе с её страной. Я приветствую сегодняшнее известие о том, что Надя Савченко вернулась в Украину, а также о гуманном решении правительства Украины освободить двух российских военнослужащих, задержанных на украинской земле и осуждённых по обвинениям, связанным с терроризмом. Её освобождение после долгих мытарств является важной частью выполнения обязательств России по Минским соглашениям и должно послужить стимулом для их полной реализации. Неожиданную сговорчивость России в опросе Савченко в США объясняют тем, что для Москвы здесь игра уже не стоила свеч. Показательный процесс над украинской лётчицей выполнил пропагандистскую задачу внутри страны. Держать её в застенках, осложняя без того непростые отношения с внешним миром, смысла больше не было. Эксперт в опросах международной экономики, американский политолог Джонас Шаэнде считает, что судьба Савченко перестала интересовать рядовых россиян. Российская общественность очень изолирована от точки зрения западных СМИ и той информации, которой мы располагаем. Мне кажется, об истории Савченко люди в России вообще мало думают. Зато для российских властей это важно, потому что им-то надо принимать меры и спасать страну, которая находится в состоянии экономического кризиса. Кремлю было необходимо послать сигнал о том, что они готовы к переговорам и компромиссу. Насколько успешны они в этом будут, мы посмотрим. Лидеры стран Большой Семерки на саммите в Японии на этой неделе однозначно выступили за сохранение санкций против России, введенных после присоединения Крыма. Если в Москве рассчитывали на то, что в обмен на освобождение Савченко санкции, если не снимут, то ослабят, то расчет не оправдался. Вы считаете, что Москва рассчитывала на финансовые выгоды в ответ на этот шаг? Они в Москве, конечно, этого бы хотели. Они хотели бы, чтобы в конечном итоге санкции были сняты. И Россия работает в том направлении, пытаясь заручиться поддержкой стран, которые могли бы помочь в продвижении этой идеи. Я здесь имею в виду Грецию, Венгрию, Италию. У них свои экономические проблемы, им нужен российский рынок, и они готовы подать, так сказать, петицию за отмену ограничений. И это именно то, чего сейчас добивается Россия. И действительно, российский президент предпринял в пятницу дипломатический марш-бросок в греческом направлении. Перед отъездом из Москвы Владимир Путин, что называется, подготовил почву. В популярной греческой газете появилась его статья, объясняющая, почему Афинам и всей Европе нужно дружить с Россией. Публикация глава государства напоминает об исторических и культурных связях двух народов. Ведь есть духовные скрепы, православие, русские монахи, на горе Афон, и даже, как вспоминает кремлевский лидер Иоаннис Каподистрия, который в 19 веке был министром иностранных дел России, а затем главой греческого государства. И от духовного к прагматичному. Самое время санкции отменять. К сожалению, дальнейшему упрочению нашего сотрудничества мешает спад в отношениях России и Евросоюза, что негативно отражается на динамике двустороннего товарооборота, который по сравнению с прошлогодними показателями сократился на треть. До 2 миллиардов 750 миллионов долларов. Особенно пострадали греческие производители сельскохозяйственной продукции. Конечно, пострадали все, констатирует Путин. По его мнению, именно сейчас отношения с руководством ЕС подошли к развилке. Либо всеобщее благоденствие и сотрудничество, либо полный провал. А российское руководство заметно меняет и риторику в украинском направлении. Президент Порошенко заявил на этой неделе, что возвращение Донбасса и Крыма — это следующий шаг за освобождением Надежды Савченко. В Кремле откликнулись и поддержали намерение Киева вернуть Донбасс, если это будет, цитата, продиктовано соображениями гуманности. То, что Москва меняет тон в общении с внешним миром, отмечают все причины, также не вызывает вопросов. Все это попытка убедить западные страны санкции снять или смягчить. Но для этого придется как минимум позволить Украине восстановить полный контроль над собственными границами. По всей вероятности, в июне Еврокомиссия последует решению Большой Семерки и продлит ограничительные меры против Москвы. На фоне освобождения Надежды Савченко Верховный суд Чечни в четверг, 26 мая, приговорил граждан Украины Николая Корпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам тюрьмы соответственно. По версии следствия, граждане Украины участвовали в первой чеченской кампании и виновны в убийстве российских военнослужащих. МИД Украины осудил приговор. В заявлении министра иностранных дел говорится, что Россия «открыто демонстрировала заказной характер дела». В Киеве считают, что Чеченский суд систематически отклонял доводы защиты. Более того, в отношении Корпюка и Клыха, еще одна цитата, «неоднократно применялись пытки и другие запрещенные методы дознания». На нашем сайте rtvii.com мы задали вопрос, считаете ли вы, что Запад должен отменить санкции против России? Да, сказали 25% респондентов. За сохранение санкций высказались 67% и 8% затруднились ответить. Россия желает восстановить отношения с Турцией? Об этом в пятницу заявил никто иной, как Владимир Путин. Президент напомнил, Москва потратила много лет, чтобы вывести связи с Анкарой на беспрецедентный уровень партнерства. Но, заключил Путин, Турция еще не сделала для этого конкретных шагов. И вряд ли стороны успеют сделать нужные шаги, чтобы спасти нынешний туристический сезон. В этом году Турция столкнулась с крупнейшим за последние 17 лет оттоком иностранных посетителей. Россия на некогда любимых пляжах в этом месяце оказалась меньше на 80% по сравнению с прошлогодним показателем. Куда же они едут? С новыми особенностями национального отдыха ознакомился Николай Старобахин. За последние 3-4 года я побывала в Болгарии, Хорватии, Испании. На экране рабочего компьютера отпускные фотографии. Конец мая, время для традиционных размышлений на тему, как я проведу это лето. Евгения – заядлая путешественница. Вспоминая прошлые поездки, думает о предстоящих. Летний отдых в Европе и не только для неё обязательная часть годовой программы. Но упавший рубль обрушил и шансы девушки на заграничный отпуск. В Европу, конечно, к ней сейчас не подступишься. Очень дорого. Например, я не могу потратить 100 тысяч. Для меня это много. Поэтому, естественно, ищем такие варианты бюджетнее. Рассматривали, конечно, Крым и Сочи. Нынешним летом многие российские туристы поменяют свои привычки. Два самых популярных направления для отдыха – Турция и Египет – теперь под запретом. А поездку в другие страны трудновыполнимой сделал курс валют. Так что многие оказались патриотами по неволе и просто вынуждены проводить свой отпуск в России. И, возможно, этим летом их ждёт немало сюрпризов. Готова ли сама Россия к тому, что сограждане летом никуда не уедут? Представители туриндустрии и региональной власти сейчас пытаются это понять. И хоть как-то подготовятся к наплыву гостей. Наступает время путешествовать. И действительно, это сегодня тренд. Это сегодня наше внутреннее желание. Этому способствует некая экономическая ситуация. Но ни в коей мере не надо из-за этого расстраиваться. Наоборот, Россия далеко пока не до конца познана. В первую очередь людей зовут самые популярные туристические бренды страны. Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и, конечно, Сочи и Крым. Цены в рублях и отсутствие языкового барьера – два главных преимущества отечественного отдыха. Но даже с учетом этого у туристов на родных курортах почти сразу возникает вечный российский вопрос – что делать? Есть проблема вечернего досуга во многих городах. Если днем еще можно показать какие-то туристские объекты, может быть, есть гостиница. А вечером-то кушать совсем тяжело, потому что горнолыжники привыкли к вечернему досугу, пляжные туристы привыкли к вечернему досугу. Я имею в виду, когда ездят за границу. В России это большая пока еще сложность. Чиновники предлагают и совсем непривычные варианты. Например, отдыхать в деревне. Экологический туризм и селу поможет, и гражданам обойдется недорого. Правда, о сервисе тогда уж точно можно забыть. В регионах нередко устраивают фестивали. Может, туристов и привлечет. День адыгейской тыквы или праздник гриба в Томской области. Впрочем, летняя поездка хоть куда-то – уже хороший вариант. 45% россиян отпуск вообще проведут дома. Еще 35% на даче. Главная причина банальна – нет денег. Ведь в долларовом эквиваленте за последние два года жители страны стали вдвое виднее. Правда, в некоторые страны этим летом поедут даже больше, чем прежде. Произошло перераспределение спроса с несуществующих на данный момент направлений с Турции и Египта на другие средиземноморские или черноморские направления. Но при этом какая-то часть людей никуда не поедет. Поэтому мы ожидаем снижения по итогам сезона, по сравнению с прошлым годом, количества российских граждан, выезжающих за рубеж на отдых. Кажется, от поездок по России сами граждане многого и не ждут. По данным соцопросов, отдых за границей выигрывает у отечественного по всем параметрам. В том числе качественное питание по приемлемой цене, безопасность и, конечно же, сервис. Но вот ведь парадокс. Эти же опросы фиксируют. Местом, где россияне хотели бы отдохнуть, в нынешнем году впервые стало не зарубежье, а Крым. Сегодня каждый третий опрошенный россиянин в возрасте 18 лет и старше, именно Крым называет для себя идеальным направлением отпуска. Всего три года назад таких было 8%. Люди готовы терпеть некоторые бытовые неудобства, рассчитывая, что в течение довольно короткого времени всё-таки и гостиницы будут новые построены, и маршруты будут интересные, разработанные. Качество сервиса подтянется. Правда, зачем курортам развиваться, если жители и так готовы потерпеть, но отдохнуть на родине, не очень понятно. Море всё равно останется тёплым, а люди приедут и так. По словам туристов, раньше Крым был на 30-40% дешевле Краснодарского края. За два года в составе России, в первую очередь, российскими там стали цены. Качественных изменений нет. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва. Возьмём тайм-аут. Не переключайте канал, чтобы не пропустить. Азиатский разворот. Визит Обамы в Японию и Вьетнам. Свобода молчать. Что осталось в России от независимых СМИ? Гудбай, Ленин. Уроки декоммунизации от Балтии. В эфире RTVI. Продолжается тайм-код. Технический прогресс без прогресса гуманитарного ведёт к пропасти, сказал Барак Обама, выступая в Хиросиме перед теми, кто пережил американскую атомную бомбардировку в 1945-м. Президент не извинился за действия США в прошлом веке. Вместо этого сосредоточился на будущем и сказал много слов о ядерном разоружении. В свой последний год на посту Барак Обама совершает серию исторических визитов. Сначала в Гавану и теперь вот в Хиросиму. На японских руинах ещё не бывал ни один действующий президент США. Это часть американского разворота к Азии. На минувшей неделе во Вьетнаме Барак Обама заявил о снятии эмбарго на продажу оружия Ханою, что вызвало вполне объяснимое недовольство Китая. Пекин стремится доминировать в своём регионе и добивается превращения Южно-Китайского моря во внутрикитайское озеро. В курсе дела Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Ни для кого ведь не секрет, что Вьетнам вооружают против Китая. Ведь у Ханоя, как и у нескольких других государств, есть серьёзный территориальный спор в Южно-Китайском море. Что же получается? США вмешиваются в этот спор? Я вам больше скажу. Южно-Китайское море становится ареной сражения за 21 век. 19-е столетие было британским, 20-е — американским. А 21-е, несмотря на все телодвижения России, встающие с колен, может случайно пройти под эгидой красного дракона. В этой связи обе сверхдержавы, то есть Вашингтон и Пекин, наращивают мощь в регионе, который становится самым милитаризованным на планете. Дискуссии о границах в Южно-Китайском море ведутся с 70-х годов прошлого века. Сложность ситуации заключается в том, что это не один спор, а целый набор многолетних конфликтов. Каждое государство — Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань — имеют свое видение справедливого распределения акватории. Морские маршруты, через которые проходит треть мирового грузопотока, связывают Индию, Ближний Восток с Японией, Кореей, с западным побережьем США и российским Дальним Востоком. К тому же там развит рыболовецкий промысел, а кроме того, там, предположительно, есть обширные запасы нефти. Конкретно Ханой и Пекин ведут спор из архипелага Спратли. Вот он, на юго-западе Южно-Китайского моря. Не поделили Китай с Вьетнамом и Коралловые парасельские острова на севере. Обе страны имеют на островах военные контингенты. В Пекине недовольны совместными программами Вьетнама с Индией и Японией по разработке нефтяных месторождений, в частности, в той части моря, которую КНР считает своей. При этом Китай ведет активное строительство не только на островах. Он занят строительством островов, насыпая землю на Коралловые атоллы, где в результате появляются взлетно-посадочные полосы и еще бог знает что. Кстати, Китай продолжает уверять, что возводят невинные маяки. Но ему, разумеется, никто не верит. Вашингтон открыто выступал и выступает в поддержку Вьетнама и Филиппин против Китая. Хотя публично тон Белого дома традиционно миролюбивый. Я убежден в том, что в отношении Южно-Китайского моря, хотя США не поддерживают чьих-то определенных притязаний, мы придерживаемся мысли о том, что все эти вопросы должны быть разрешены мирным, дипломатическим путем, в соответствии с международными законами и нормами. Они на основании того, кто больше и может оказать большее давление, чем остальные. Своё слово в этом непростом споре Обама сказал во вьетнамской столице, которую он посетил перед началом саммита Большой Семерки в Японии. В таком же тоне высказались и остальные лидеры стран-участниц. Китай, для которого сам факт вмешательства, и особенно со стороны США уже оскорбления, решительно огрызнулся. Я знаю, что есть такие страны, которые с большим удовольствием хотели бы использовать Большую Семерку в определенных целях. Я хочу заявить, что члены Семерки не имеют ничего общего с вопросом Южно-Китайского моря. Мы против того, чтобы какая-либо страна раздувала тему Южно-Китайского моря в своих собственных личных интересах. Мы полагаем, что страны Большой Семерки должны сосредоточить свое внимание на решении своих собственных внутренних вопросов вместо того, чтобы делать то, что не следует. Как, например, критиковать другие страны, превращая Семерку в сцену, для того, чтобы просто заявить о своем существовании. Я здесь должна подчеркнуть тон китайского МИДа. Занимайтесь своими делами и не лезьте, куда не просят. Это госпожа Чуньин обращается к Америке. США со своей стороны уже прибегают к демонстрации военной силы. Над спорными островами совершаются полеты американских стратегических бомбардировщиков Б-52. И здесь же, согласно международным законам о свободном судоходстве, регулярно курсируют американские авианосцы. Мария, но ведь и Китай, похоже, тоже не намерен ограничиваться словами и тоже бряться это оружием. Буквально неделю назад китайские истребители облетели американский самолет-разведчик. Как пожаловались американцы на опасном расстоянии. Напоминает ситуацию на Балтике, где российские и натовские экипажи чертят воздух в нескольких метрах друг от друга. В былые времена все войны и начинались подобного рода инцидентов. В атомную эпоху рекомендуется семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Но вот уже начали показывать друг другу ядерные кулаки. Недалее, как в четверг, британская газета Guardian опубликовала сообщение о том, что китайские военные намереваются патрулировать регион с помощью атомных подводных лодок. Назвав эту операцию с чисто китайской скромностью «Великой подводной стеной», власти Поднебесной связали ее с размещением в Южной Корее американских противоракетных систем. Решение об этом было связано с северокорейскими испытаниями ядерного оружия. Но понятно и без подсчетов. Радиус поражения ракет покрывает значительную часть китайской территории. Марин, ну все равно, это угроза скорее Пхеньяну, чем Пекину, разве не так? А что будем делать с великим китайским комплексом неполноценности? Дело в том, что как ядерная держава, Поднебесная до смешного мала. 260 боеголовок по сравнению с российскими или американскими семью тысячами. И вот Пекин нервничает. И под чутким руководством председателя СИ пытается достичь превосходства в отдельно взятом океане, что превращает его в настоящую пороховую бочку. В Пентагонии раньше подозревали, что ядерный патруль заступит на вахту в этом году. Но все равно занервничали в ответ. Первое посещение американским президентом Хиросимы в этом контексте обретает новый смысл. А именно, Южно-Китайское море случайно может стать эпицентром эпохального противостояния в мировой политике. Владимир. Большое спасибо, Мария. Тучи сгущаются. Из России чуть ли не каждый день приходят тревожные сообщения об ограничении свободы СМИ. Из медиахолдинга РБК уволено руководство. Для теперь уже бывших сотрудников одного из самых уважаемых изданий страны причина очевидна. Дело в публикациях о семье президента и панамских офшорах. Что дальше и кто следующий? Мы спросили журналист и историка Николая Сванидзе. Это, к сожалению, тактика, как я думаю. Тактика зачистки. Раньше считалось, что пусть расцветают сто цветов. Потом считают, что потом сочли, что достаточно нескольких цветов. А теперь, по-видимому, сочли, что вообще эти цветы не нужны. Что должны быть только те цветы, которые плеваются сверху. А если они плеваются откуда-то с другой стороны, то такие цветы не нужны. Поэтому нужно понемножку зачищать поляну. И зачищают. Вот РБК. Я думаю, к сожалению, что РБК – это начало. Есть всего несколько таких независимых от государства, во всех отношениях независимых, по позиции, по контенту независимых, средств массовой информации. И посмотрим, вероятно, примутся за них. Атмосфера политическая, она, в общем, сгущается в стране. И, как я понимаю, начинают возобладать те силы, которые считают, что вся эта пресловутая западная демократия, она нам, в общем, нафиг не нужна. Проку никакого. Так говорят лишнее, что-то там, какие-то лишние информации выливают на головы людей. А людям это не нужно. Люди этого не ждут, не хотят. И чем меньше таких, тем легче управлять страной. Мы разве не знаем, что происходило в последнее время во взаимоотношениях России и Украины. Сейчас, естественно, Украина, украинское руководство, Киев воспринимается как враг. Но это враг младший, скажем так. А старший, главный враг, это Соединенные Штаты Америки, которые стоят за Киевом, которые стоят за всем тем, что предпринимается против нашей страны. Главный наш геополитический противник. Это возвращение к черно-белой картине мира, которая существовала при Советском Союзе. Когда есть мы, хорошие, светлые, и есть наши враги. Это Запад во главе США, плохие темные силы. Вот борьба между темным и светлым, которая обязательно закончится в нашу пользу. Вот примерно такое представление о мире. Мы окружены врагами, и поэтому не надо обращать внимание и не время обращать внимание на наши какие-то бытовые трудности, на экономические трудности, на цены в магазине, на коррупцию, на всё. Надо сплотиться вокруг власти, вокруг высшего руководства страны. И к тому же это идёт подпитка такими державными идеологическими вливаниями. Да, мы можем плоховато жить, но зато мы великая держава, нас все боятся, а мы не боимся никого. Мы бедные, но гордые. Вот так вот примерно. Ну, считается, что это позволит в течение какого-то времени стабилизировать ситуацию и не иметь каких-то волнений внутри страны. То есть, иначе говоря, облегчит удержание власти. В Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Или проще, закон о декоммунизации. Он приравнял коммунистическую символику к нацистской и запретил пропаганду чуждого, то есть советского, образа жизни. На прошлой неделе уже переименованы 6 городов, 9 районов и 284 села. И это только начало. Декоммунизация – процесс долгий. Страны Балтии начали его одними из первых на постсоветском пространстве. Но будет ли их пример другим наукой? Евгений Эрлих прошел по старым улицам с новыми названиями. Главный монументальный символ независимой Латвии – статуя свободы, устремленная в небо родина-мать или сестра, потому как местные к ней обращаются запросто по имени Милда. Милда – центр латвийской вселенной. Здесь отмечают праздники и чтут павших. Здесь ходят с троем и парами. Здесь сцена для власти и трибуна для оппозиции. И излюбленное место отдыха. Вокруг роскошные рижские парки. И кажется, так было всегда. Но вот почтовая открытка всего-то столетней давности. В 15-й год идет Первая мировая война. К риге подступают войска кайзера. Часть жителей покинула город. Плотный быстрый текст. «Милая моя, как вы там устроились? Очень скучаю». И приписка. «Представьте себе это место без Петра. Я чуть не заплакала». Сегодня это место невозможно представить с Петром. Хотя там, где Милда, изначально стоял бронзовый всадник. Первый император в Сеяруси. А памятник ему открывал Николай II, последний император. Новое время и новая власть отправили их всех на свалку истории, в музей. Как увидите, история Риги всегда приходит новая управа, меняет. Приходит новая управа, меняет. Вообще-то надо очень строго передумать, что менять и на каком названии. Зита Петерсен – сотрудник музея истории Риги. Рига объясняет она древний город с новыми уличными табличками. Только в 20 веке рижская топонимика менялась раз в восемь. Вместо чужих памятников победители воздвигали свои. А старые названия улиц меняли на политически правильные. Здесь и сейчас. Ингрид Миклова – член городской комиссии по переименованию. Большое значение имеет политика. Когда, например, Первая мировая война шла, многие немецкие имена, которые здесь традиционно были, они снимались и ставились русские. Но это всегда и везде так. В 15-м году немецкая Рига стала русской. Данцикская улица обозвалась Днепропетровской, Гамбургская – Ладожской, Штральзунская – Уральской. Наверняка власти города считали, что Уральская – это на века. Так считает каждая власть. И сильно ошибается. Скажи мне, какая в городе главная улица, и я все расскажу тебе про этот город. В Риге центральная ось – вот эта, на которой мы стоим. Российская империя наносила имя царя Александра I в период немецкой оккупации – Гитлерстрассе. В Советском Союзе – проспект Ленина. Вот, кстати, на этом месте и был памятник вождю. Сегодня это улица Бривибас. Можно сказать, что за плечами у Риги богатая биография. И из всех идеологий город в итоге выбрал идею национальной независимости Латвии. То есть свободу. По-латышски и будет Бривибас. После развала Советского Союза процесс декоммунизации, отказ от коммунистического прошлого, охватил все постсоветское пространство. В одной только Риге переименовали сотни улиц. Формальные возвращали старые, древние имена. Но по факту, считает известный рижский краевед Илья Деменштейн, декоммунизация во многом обернулась дерусификацией. Вместо древних топонимов латвийские власти оживили географию времен Первой Латвийской Республики – 30-е годы 20-го века. Так улица Горького стала Кришьяна-Вальдемара, хотя еще раньше была Николаевской. А Московский мост через Дау-Гау превратился в островной. Меня напрягает выборочный подход к переименованиям. Исторически это было Московское предместе. Не случайно главная улица предместия называлась Московская. Сегодня Московск. Ну, мост и назвали московским. Ну, так нет, в 90-е годы взяли и переименовали в островной, Салу. Вот такие вещи мне не нравятся, когда в угоду политики меняют совершенно бездумно название. Ну, это Латвийская Республика, и мы более-менее хотим, чтобы названия были из этого времени. Но это не всегда так. Это, ну, тоже немножко субъективно. Менять или не менять – вот в чем вопрос. Историки спорят, единого ответа нет. Для кого-то прошлое – это угроза и оскорбление настоящему. А кому-то из песни слов не вычеркнешь. Так и не надо вычеркивать. В Латвии, на самом деле, несмотря на всю пропаганду, которая ведется, конфликта такого между латышами и русскими его нету. То есть, если он есть, то он как бы навязывается сверху политиками, он навязывается в школах системы образования, но его нет у людей. Там, где историки спорят, политики рубят с плеча. В 1996 году Рижская дума тайным голосованием переименовала нейтральную улицу космонавтов в аллею Джохара Дудаева. И вместо консолидации общества случился политический скандал. Я думаю, что улицу назвали так исключительно потому, что Дудаев воевал с Россией и потому, что он убивал русских. То есть, это вот такая основная цель. Если вы будете спрашивать каких-то латышских политиков, включая националистов, они вам никогда это не признаются, как бы никогда этого не скажут. Но это такой значок для своих, который мы понимаем, русские, которые здесь живут, которые латыши понимают. Улица Джохара Дудаева есть и в Вильнюсе. Спустя четверть века здесь продолжают бороться с Советским Союзом. Новый мэр литовской столицы пообещал очистить город от коммунистической заразы. И очистил. Год назад он отреставрировал так называемый «зеленый мост». Его украшали четыре скульптуры сталинского классицизма. После реставрации они исчезли. «Наше прошлое – это наше настоящее», – говорит Вильямас Малинаускас. Бизнесмен, который на свои деньги обустроил парк Грутус. Самый крупный в мире музей советских памятников. Их здесь более сотни. Со всех уголков Литвы. Парк сегодня – успешный коммерческий проект. Сюда в гости к прошлому приезжают десятки тысяч туристов, чтобы увидеть и понять. Нельзя строить будущее на мифах. Да, ну, все-таки, может, и не самая веселая часть, но все-таки наша история. Мы прожили 50 лет. И все это было. Ну, а теперь стирает все, что связано с прошлым. История, это хорошо теперь понимают и в Таллине, требует известной деликатности. Ибо история у всех разная. В 2007 году власти Эстонии решили демонтировать памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной. Он известен под именем «Бронзовый солдат». В ответ поднялась практически вся русская община. Таких уличных сражений здесь не было никогда. «Бронзового солдата» в итоге перенесли на военное кладбище. Но садок остался. Теперь общее место среди эстонских политиков. Надо договариваться. Но некоторых латвийских политиков история учит тому, что ничему не учит. На днях депутаты от национального блока инициировали сбор подписей за снос мемориального комплекса «Победы» в Риге. Подписи собрали. И теперь Сейм обязан рассмотреть петицию. Для справки, в Парк Победы на 9 мая приходит более 100 тысяч горожан. Возложить цветы. И если латвийский Сейм лишится на снос этого советского памятника, то наверняка получит в ответ гражданскую войну. Опыт декоммунизации Балтийских республик подсказывает все в мире относительно. И Парк Победы, и стрела Милды могут вполне мирно сосуществовать в одной системе координат, если не рубить с плеча. Евгений Эрли, Данил Жилинский, Евгений Павлов. Балтийское бюро РТВА. Далее в программе. Трамп в законе. Скандальный миллиардер собрал необходимое число голосов. Что дальше? Тайм-аут. В эфире РТВА и продолжается тайм-код. По результатам праймерис в штате Северная Дакота Дональд Трамп набрал необходимое число делегатов, которые на съезде республиканской партии поддержат его кандидатуру. Уже никто не может помешать скандальному миллиардеру получить номинацию. Он победил 16 республиканских политиков досрочно. Теперь между ним и Белым домом стоит тот, кому достанется номинация демократов. Скорее всего, это будет Хиллари Клинтон. Как такое могло случиться? Теперь этим вопросом задаются не только внутри США, но и за пределами страны. Я их поразил. По-дружески. И это хорошо, заявляет Трамп. Реакцию обескураженных заметил Валерий Кипелов. Кто не спрятался, Трамп не виноват. Восхождение слабообразованного хама к вершине мировой политики это уже не сон и не шутка. На минувшей неделе Дональд Трамп добился номинации республиканской партии США. До конца сезона Праймерис еще остается менее месяца, но он уже в финале. 8 ноября нью-йоркский застройщик окажется в избирательных бюллетенях. Отмотаем 11 месяцев назад. Утро 16 июня 2015 года он объявляет о решении участвовать в гонке. Американские и мировые СМИ в шоке от самого факта. Клоун вступает в президентскую гонку. Я сделаю Белый дом своим. Человек, который заставил США заскучать по клану Бушей. Если бы Министерство коммунистической пропаганды поручило талантливому карикатуристу нарисовать типичного американского мошенника, он бы придумал фигуру, подобную Дональду. Безумие американский провокатор Дональд Трамп. Беспрецедентный курьез Американский ужас Господин Трамп – промоутер параноидальных фантазий, ксенофоб и недроссель. В 2006 году на экраны в США вышел фильм «Идиократия». По сценарию, в обозримом будущем американская нация достигает апогея деградации. Поедание вредной пищи, секс и зрелище – предел американской мечты. Президент – порнозвезда, недалекий чемпион по рестлингу, окруженный эффектными блондинками. Десять лет спустя режиссер этой художественной комедийной ленты Итан Коэн, вдохновившись первыми теледебатами республиканской партии, пишет в своем твиттере. Никогда не предполагал, что «Идиократия» станет документальным фильмом. Серьезные политологи, историки, аналитики, гуру статистики, в частности предсказатель всей Америки Нейт Силвер, почти весь прошедший год говорили о Трампе-кандидате, если не с иронией, то со снисхождением. Мол, да, вот такая пестрая мы страна, есть у нас и такой кандидат. Что уж там, наши собственные комментаторы, у которых за спиной не один десяток лет американского политанализа, Мария Гордон и Владимир Козловский попали из-за Трампа в просаг. Он вынужден пожимать угрожающее количество рук, но при этом у него, наверное, все внутри переворачивается. Повторяю, я все равно бы голосовал за него, но лишь как за меньшее зло. Критики Трампа могут не беспокоиться. Успех его пока эфемерен. Как сон, как утренний туман. На самом деле есть мнение, что звезда Дональда Трампа может закатиться так же быстро, как и взошла. Это и произойдет, скорее всего, с Дональдом после дебатов. Шквал информации о его бурной личной жизни захлестнет избирателей, и они повернутся лицом к более солидным политикам. Спустя год Владимир точно знает, где именно просчитался в прогнозах, делает выводы. А вот Мария попала в сложную ситуацию. Как говорил русский классик, страшно далеки они от народа. Говорящие головы, включая вашего покорного слуги, общаются в основном друг с другом, либо со своими кухарками, которые говорят только по-испански. Мы не знали простого народа. Потом, когда с ним стали общаться, выяснилось, что поразительное количество совершенно неожиданных людей, в том числе вполне на вид интеллигентных, болеют за Трампа. Вы знаете, еще несколько месяцев назад, когда нам всем казалось, что у Трампа нет абсолютно никаких шансов на победу, я опрометчиво пообещала своему коллеге Владимиру Ленскому в прямом эфире RTVI съесть свой шарфик, если Трамп придет к власти. И вот знаете, обстановка складывается такая, что я к огромному удовольствию своих товарищей разрабатываю рецепты маринада. Кандидатов от партии Слана США в начале гонки было аж 17. Практически безусловным фаворитом с первого дня эстеблишмент наивно называл Джеба Буша. Потом Скотта Уокера, Марка Рубио, Криса Кристи и даже религиозного мракобеса Теда Круза. Но времена царствования консервативной элиты, похоже, уходят в историю. Республиканские бонзы сильно недооценили рыжего возмутителя партийного спокойствия. И сейчас даже его некогда самые лютые критики занимают очередь к трону, чтобы припасть к перстню потенциального босса. Формулу успеха Дональда Трампа политологи выяснили, хоть и не сразу. Он умело и безо всякого стыда манипулирует страхами и самыми примитивными человеческими инстинктами. Эти инстинкты оказались неожиданно сильны. Но оптимисты верят в лучшее. Верит и Мария Гордон, которая жевать собственный шарфик пока не готова. Валерий Кипелов специально для программы Таймкод. Об освобождении украинской летчицы, об азиатском турне президента США и о политическом будущем нью-йоркского миллиардера говорили на минувшей неделе. Следим за следующей. Время пошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...